Автопожары на трассе Советы автоюриста Обо всем этом прямо сейчас в телепроекте 7-го телеканала Дорожные хроники Сергеем Бандуром За минувшую неделю патрульные полицейские в Одессе на нерадивых водителей составили 1855 админпротоколов за нарушение правил дорожного движения Из них 701 за неправильную парковку и 75 за вождение в нетрезвом виде На штрафплощадку было эвакуировано 63 автомобиля нарушителей Детальнее о происшествиях на дорогах нашего города расскажет спикер патрульной полиции Одессы Алла Марченко За прошедшую неделю на дорогах Одессы произошло 191 дорожно-транспортное происшествие с механическими повреждениями А также 26 ДТП с пострадавшими, в результате которых 1 человек погиб и 28 человек получили травмы различной степени тяжести К сожалению, наблюдается всплеск аварии с участием пешеходов И прежде всего это не соблюдение правил дорожного движения со стороны пешеходов-нарушителей Как результат это травмирование, а также гибель людей Поэтому хотелось бы напомнить о том, что пешеходы, участники дорожного движения, обязаны знать и соблюдать правила дорожного движения Но с нашей стороны планируются рейды по профилактике и воспитанию именно этой категории О некоторых из происшествий детальнее Сгорели автобус и легковушка Сразу два автопожара на трассе Одесса-Киев с промежутком в несколько минут В районе Знаменки во время движения полыхнула легковушка Хонда Цирик Ее водитель не смог назвать причину возгорания Прибывшие на место спасатели сразу после окончания работы выдвинулись на еще одну точку Возле Ивановки пламя охватило пассажирский автобус Во время движения по трассе водитель увидел рвущиеся из моторного отсека клубы дыма Несмотря на то, что оба транспортных средства полностью выгорели, обошлось без пострадавших Ушел под воду На пляже между 16-й станцией Большого фонтана и 411-й батареей затонул внедорожник Владелец слишком близко подъехал к воде и машина соскользнула по плитам В итоге вытаскивать авто из моря пришлось при помощи тросов Заботливые родители Еще одно небезопасное видео с одесских дорог Девушка за рулем Opel'я даже не обращает внимания на то, что ее малолетний пассажир На полном ходу по плечи высунулся из окна О том, что могло случиться с ребенком при столкновении, не хочется даже думать Опасные игры Малая Арнаутская канатная Водитель нерастаможенного ПМВ угрожал соседу по пробке предметом, похожим на пистолет Инцидент попал в объектив телефона случайного очевидца Невнимательный ученик Четвертая станция Большого фонтана Вокруг остановившегося трамвая разбросаны окровавленные салфетки Передок вагона тоже в красных потеках Стоящий у обочины скорой оказывает помощь несовершеннолетнему пострадавшему Около 11 часов произошел наезд трамвая на пешехода Молодого человека, который пересекал трамвайное полотно в неустановленном месте В результате чего 17-летний парень получил травмы, заставлен в больницу Попытка перебежать рельсы не там, где положено, чуть не стоила жизни абитуриенту военной академии Со слов врачей и очевидцев, парня спасло то, что под колеса попал его рюкзак Он выступил буфером между металлом и живой плотью Многочисленные переломы, разбитый байк, пробка из трамваев и две помятых легковушки Вся эта транспортная куча мала последствия одного ДТП на Старопортофранковской Водитель Део, выезжая из переулка, не уступил дорогу ехавшему по главной мотоциклисту Удар пришелся в левую переднюю дверь легковушки С ее владельцем все в порядке, а вот пилот двухколесного сильно покалечился С места столкновения его забрали в еврейскую больницу Там у мужчины диагностировали перелом опеих рук, один из которых со смещением Также у пострадавшего сломан нос и перелом таза Авария случилась на трамвайных путях и движение электротранспорта встало на несколько часов А покореженному мотоциклу досталось дополнительно Объезжая место аварии, по его колесу проехалась маршрутка Еще одной жертвой аномального места стала малолитражка Ниссан Ее водитель неудачно объехал Део В ЧП на автостанции привоз под колеса рейсового автобуса попала пожилая женщина Пострадавшая скончалась на месте происшествия Авария случилась около 9 утра на перекрестке улиц Екатерининской и Новощипного ряда По словам очевидцев, пострадавшая переходила дорогу в неположенном месте А водитель, поворачивая налево, мог ее не увидеть Ехал автобус, оттуда пешеход И, видимо, они друг друга не заметили А водитель берет деньги на ходу Водители высаживают, люди бегут Короче, происшествие такое получилось Удар был довольно сильный Уехавшего по пригородному маршруту Богдана треснул бампер Водитель остановился не сразу Несчастную женщину затянуло под нищи автобуса Тело погибшей извлекали спасатели На место прибыли два расчета ГСЧС со спецтехникой Очевидцы происшествия уверены Причиной трагедии стала излишняя загруженность перекрестка Маршрутки едут по трамвайным путям А пешеходы двигаются по проезжей части Они же летят, понимаешь что? Они же не понимают, что кто-то ходит Давным-давно надо было делать тут одностороннее движение И друг друга автобусы перегоняют, чтобы скорее клиентов своих забрать После инцидента проблемным участком пообещала заняться патрульная полиция Там о проблеме знают Это проблема перекрестка Новощипной ряд и Екатериненское Скопление, очень значительное скопление людей То есть это автостанция, это железнодорожный вокзал, это привоз Поэтому там абсолютно в большинстве случаев игнорируются правила безопасности Правила дорожного движения И очень многие люди подвергают себя опасности Впрочем, вопрос как, а главное, когда будет решаться проблема Пока так и остается открытым Зачастую причина ДТП – ненадлежащее состояние дорожного полотна Согласно статистике, примерно 30% аварий Можно предотвратить просто золота в дыру в асфальте Вы знаете, что такое круговорот тротуарной плитки в Одессе? Объясним на примере Это когда на одной стороне французского бульвара ее только укладывают Через дорогу она уже провалилась А местные аборигены успели дыру для сбора мусора приспособить Такая вот курортная часть города Со своими достопримечательностями Впрочем, помимо наскальной живописи и нового тротуарного покрытия Здесь можно прикоснуться к настоящей истории Притом в разрезе Гранитная мостовая от неправильной эксплуатации в очередной раз провалилась На и так узкой дороге образовалась бутылочная горлышко Кстати, прямо напротив винзавода Проехать встречные автомобили могут только по очереди Ну или часть потока уходит на тротуар Такой вот аттракцион с историческим уклоном Городские службы о проблеме знают Правда, что-то делать не спешат Как говорится, провал должен дозреть Если повезет, то яму в ближайшее время начнут ремонтировать Притом, наверняка, с применением каких-нибудь современных технологий А что вы хотели? Это история Она требует подхода деликатного Притом, наверняка, недешевого Они возомнили себя хозяевами жизни Припарковаться поперек проезжей части Перекрыть пешеходную дорожку Или вытоптать автомобилем газон Этим горе-водителям проще простого Сегодня все они в нашей еженедельной рубрике Я паркуюсь как хочу Этим горе-водителям персональный привет от наших телезрителей Привоз Все как всегда Паркуемся четко между линиями перехода Карабинеры в засаде Улица Гайдара напротив Антошки Это они так пешеходный переход охраняют Хотите во двор заехать? Да ну, вы же не серьезно, обождете Экомобиль на эко-газоне А вообще за такое автохама наказывать надо Вот как объяснить таким водятлам Что парковка возле мусорных баков запрещена Что их транспортные средства мешают подъезду спецтехники Для вывоза мусора Регулярно пишу им под дворник записку А этот на мое замечание сказал, что все вопросы к Труханову Мол, нет мест для парковки Ну вот, как-то так Сильпо, рагули обыкновенные На вежливый вопрос У вас совесть есть? Вы перекрыли весь тротуар Получила порцию возмущения Типа, а что такое? Чего вы прицепились? Пешеходы? Не, не слышал Да и вообще о чем вы? Пока король стоит И остальные пусть постоят От улицы маршала Говорова Как вам этот олененок? Парк Шевченко Он тупо поперек дороги встал Как-то не смешно даже Как водитель до такого додумался только Очередная благодарность Департаменту муниципальной безопасности Горсовета За демонтированные юнипаркеры Дамочка, видите ли, приехала Ребенка в лагерь отдать На греческой 1А А парковаться нужно За квартал у людей под окнами Хамло Тем временем В одном из одесских дворов Парковочные войны Бессмысленные И беспощадные Одесская Аркадия Излюбленное место отдыха туристов И точка повышенной концентрации автохамов Парковочные места здесь есть Но их значительно меньше Чем количество желающих Приехать сюда на собственном автомобиле Поэтому водители извращаются как могут Зачастую нарушая правила парковки Аркадийский круг Место, где нарушителей Найти можно круглые сутки Семь дней в неделю Во всяком случае В курортный сезон Точно Движение на выезде с круга Организовано так Что крайняя левая полоса Предназначена для транзитного проезда транспорта Тут даже когда-то Соответствующая разметка была Но сплыла Сейчас здесь просто Паркуются Как, например, водитель Этого Хюндая Прибывшие на вызов копы Не обнаружив владельца Описывают видимые повреждения авто И передают его эвакуаторщикам Хюндай ждет загородная поездка На штрафплощадку Впрочем, этот нарушитель Здесь не единственный Крайняя правая полоса При въезде на круг в Аркадии Отведена под движение Общественного транспорта Здесь парковка запрещена Об этом нам говорят Соответствующие знаки Правда, водитель БМВ Посчитал, что для него Сделают исключение Он ошибся Патрульная полиция рекомендует Не хотите в панике Искать свою неожиданно пропавшую машину Паркуйтесь в строго отведенных местах Хотя, по говорку Риск благородное дело Никто не отменял А выбор, как всегда Только за вами Не оставайтесь безразличными К подобному автохамству Набрать 102 и вызвать полицию Не так сложно А таким горе-мастерам парковки Самое место на штрафплощадке Добрый день Меня зовут Артем Сейтерлы Я автоюрист Хотелось бы сегодня Напомнить вам Об элементарных правилах Парковки и стоянки Для тех, кто забыл Напомню Остановка Это прекращение движения Транспортного средства До 5 минут Либо более 5 минут Если вы выгружаете Загружаете грузы Либо высаживаете пассажиров В остальных случаях Это уже стоянка Давайте подойдем К этому автомобилю Первый наглядный пример наш И разберемся Правильно ли он припаркован Как мы видим Данное транспортное средство Припарковано на тротуаре Вроде бы Правила дорожного движения Запрещают нам Парковаться на тротуаре Однако есть Некоторые отступления Например Водитель имеет право Припарковаться на тротуаре В случае Если это не будет Создавать помеху Пешеходам И останется Как минимум 2 метра До их движения В данном случае Мы видим наглядно Что этого расстояния Соответственно нет Поэтому с уверенностью Можно сказать Что данный автомобиль Нарушает правила парковки Ну что Продолжим Нашу прогулку Обращаем внимание На следующий автомобиль Который также Припаркован на тротуаре С видимо Большим расстоянием Казалось бы Помехи пешеходам Он не доставляет Пешеходы могут Свободно здесь двигаться Однако водителям Также не выдержано Расстояние в 2 метра Поэтому данный автомобиль Также припаркован С нарушениями Правил дорожного движения За что водителю Полагается штраф В размере 255 гривен Стоянка транспортных средств Возле мусорных контейнеров А именно На расстоянии До 5 метров Для них Согласно правилам Дорожного движения Запрещена Однако существует Одна оговорка В правилах дорожного движения Которые нынче Используются Обширно юристами В судебной практике То есть Альфатор должен быть Установлен С соблюдениями Норм действующего Законодательства Если взять Правила размещения Подобных контейнеров То они должны быть Размещены На поверхности С водонепроницаемым Слоем Ну в данном случае Здесь есть асфальт Поэтому это несущественно И плюс Он должен быть крытым Ввиду того Что в данном случае Эти нормы Не соблюдены Привлечь данного водителя За стоянку Автомобиля Непосредственно Около мусорного контейнера Сотрудникам полиции Не удастся Яркий пример Нарушения правил стоянки Автомобиль Припаркован Непосредственно Вблизи Пересечения Двух дорог Это Первое основание Для нарушения Второе Прямо в действии Знака Остановка запрещена В данном случае Водителю грозит Не только штраф Но и возможно Также эвакуация Данного автомобиля Потому что он явно Мешает другим участникам И создает препятствия На дороге Еще один яркий пример Нарушения Видим грузовой автомобиль Который припаркован Непосредственно В зоне пешеходного перехода Также в зоне действия Знака Остановка запрещена Данный автомобиль Фактически припаркован С нарушениями Правил дорожного движения Наблюдаем такую картину Что у него Включена аварийная Сигнализация Возможно Данный автомобиль В этом месте Осуществил Вынужденную остановку Напомню Что в ПДД Закреплено Конкретное понятие Вынужденной остановки Дословно Это прекращение Движения Транспортного средства Ввиду Каких-либо Технических Неисправностей Этого автомобиля Ввиду Появления Опасности Из-за перевозимого Груза Либо Из-за состояния Водителя А также Ввиду Появления Какого-то Препятствия На проезжей части Очередное нарушение Машины 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 стоят Прямо В зоне Действия Знака Остановка Запрещена Из-за этого Другие автомобили Вынуждены Объезжать Их По встречной Полосе Движения В данном Случа Однозначно Возможна Эвакуация Место для Парковки Людей С ограниченными Физическими Возможностями Парковаться Здесь можно Только Инвалидам На машине Должен быть Установлен Соответствующий Опознавательный Знак Также По требованию Водитель Должен Предоставить Удостоверение Которое Подтверждает Его Ограниченные Физические Возможности Как вы Видите Необходимых Двух метров Для свободного Движения Пешеходов На данном Тротуаре Нет Данные Автомобили Также Нарушают Правила Стоянки Место Для Остановки Маршрутных Транспортных Средств Останавливаться Здесь Можно Только Для Посадки И Высадки Пассажиров Наблюдаем Явные Нарушения Правил Дорожного Движения Водителями Этих Автомобилей За что Им Грозит Административный Штраф Типичное Нарушение Правил Стоянки Не выдержано Расстояние Трех метров От края Автомобиля До Разделительной Полосы В связи с этим Водителю Грозит Административное Наказание А маршрутные Транспортные Средства Вынуждено Объезжать Его По встречной Полосе Движения Очень распространенное Для нашего Города Нарушение Парковка На газоне На самом деле За такое нарушение Водителю Может грозить Не только Административный Штраф За само Нарушение ПДД Но еще И вдобавок Штраф За повреждение Зеленых Насаждений Несмотря на то Что у нас в городе Очень большие Проблемы С парковочными Местами Давайте все же Будем смотреть Где мы паркуемся Как мы паркуемся И давайте Уважать друг друга На дорогах Если вы стали Свидетелем Чрезвычайного Происшествия На дорогах Нашего города Не оставайтесь В стороне Делайте фотографии Снимайте видео И обязательно Присылайте к нам Редакцию О самом интересном Мы расскажем уже В следующем выпуске А на сегодня Это все С вами был Телепроект Дорожной охроники С Сергеем Бандуром Будьте внимательны За рулем И тогда мы точно Увидимся Ровно через неделю Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин